Доброе утро. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru. По мере приближения «Автонум Ти Уи» к британской и ирландской неделе после обеденного чая, которая в этом году начнется с 7 и закончится 13 августа, в этом нашем чайном информационном пространстве резко увеличилось количество материалов про парадные английские чаепития. Подборки типа «Лучшие английские чаепития в округе Колумбия» попадаются на глаза практически каждый день. Большая часть таких подборок скучна неимоверно, но, как это всегда бывает, на общем ровном и тоскливом британском чайном фоне случаются и интересные сюжеты. Мне очень понравился, например, обзор послеобеденных чаепитий в сети отелей «Шангрила» в разных городах мира. Так-то, в общем, понятно, что отели, работающие в Париже, Лондоне, Сидне, Токио и Истамбуле не будут делать все одинаково и под копирку, и будут вписываться в среду, так даже Макдональдс поступает. Но все равно разнообразие решений в рамках достаточно строгого формата послеобеденных чаепитий меня удивило и порадовало. В Сидне и в «Шангрила» послеобеденное чаепитие рассчитано в первую очередь на детей и оформлено как чаепитие в волшебном замке. В Лондоне чаепитие сделали очень ботаническим и не то, чтобы засыпали чайный стол цветами, живыми и не очень, но близко к тому. Обвитая цветами этажерка меня очень порадовала. В основе парижского чаепития локальная кондитерка. На словах это звучит немного банально, но уже картинки полностью меняют впечатление. В Токио, понятное дело, все послеобеденное чаепитие зеленое и с матчей. Но больше всего меня впечатлило послеобеденное чаепитие в английском стиле в Стамбуле. Там между столами скачет парнишка с сычуанским чайником и в костюмированном изгибе разливает чай по гайваням из длинного носика. И все это с видом на Босфор. Обожаю такую эклектику. Красиво коллеги из Шангрила работают, ничего не скажешь. Хочу обратить также внимание на то, как развивается сам проект Автенун Ти Уик, который вырос, напомню, фактически из увлечения одного человека, Кейта Ньютона, айтишника из Ливерпульского отделения налоговой службы, увлеченного индустрией гостеприимства и разными информационными сервисами. В 2001 году он сделал онлайн-справочник по английским чаепитиям, который быстро стал популярным и постепенно превратился в полноценную платформу, позволяющую выбирать и бронировать чаепитие в любом месте Великобритании. К 2014 году количество продуктивных связей и репутация проекта стали настолько высоки, что запуск первой недели послеобеденного чая стал делом техники. К настоящему времени проект Автенун Ти Уик оброс разными приятными бантиками типа спонсорства премии за лучшее английское послеобеденное чаепитие, ленты чайных новостей и обзоров, алфавитных указателей по регионам и заведениям и всем таким прочим. Но при этом все равно остался прежде всего толковой системой бронирования чаепитий в Великобритании и Ирландии, в которой сейчас зарегистрировано более 500 локаций. Я, когда смотрю время от времени на этот проект, постоянно думаю две мысли. О том, что в принципе этот проект можно запросто расширить за пределы Великобритании и Ирландии, и о том, что его можно не менее запросто повторить в любой другой стране с развитой потребительской чайной культурой. И всякий раз и по здравому размышлению понимаю, что нифига. Потому что кроме самой толковой идеи и безусловного профессионализма команды Автоном Ти Уик, есть еще несколько объективных факторов, которые обеспечивают работу проекта и которые крайне сложно воспроизвести за пределами его исторической родины. И которые при этом являются чисто чайными. Про деньги и развитую маркетинговую дисциплину британских проектов я говорить не буду, это и так понятно. Чисто чайная и уникальная база проекта состоит, во-первых, в высокой плотности форматных чаепитий в Великобритании и Ирландии. Во-вторых, в относительной стабильности всех заявленных в проекте предложений. И, наконец, в-третьих, в готовности британских чайных проектов активно хвастаться своими чаепитиями, независимо от их реального уровня. Такая готовность приводит к парадоксальному результату, который состоит в том, что большая часть зафиксированных в системе Автоном Ти Уик чаепитий являются, особенно с чайной точки зрения, унылым одноразовым фуфлом, но в совокупности составляют красивую и вполне рабочую систему. Это была «Разница во времени». Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok